В эфире программа Радар Спорт и мы неизменно вам говорим здравствуйте! Сайн Байлах, ну да, телевизор Харакшит, но и как всегда у нас есть о чем вам рассказать. Одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали бурятские борицы. На завершившемся подмосковном Орехово-Зуево чемпионате России и, естественно, призрачной надежды на поездку в Олимпийский Лондон, где с 27 июля по 12 августа пройдет 30-я летняя Олимпиада. Серебро в неолимпийской весовой категории 67 килограммов на счету Даримы Санжеевой. Уступившей в финале Натальи Куксиной из Кемерово в трех сетах. Определенные надежды возлагались на наших девушек в олимпийских весовых категориях 48 и 63 килограмма. 48. Недавний бронзовый призер чемпионата Европы, мастер спорта международного класса Марина Вильмова, споткнулась в полуфинале, уступив кемеровчанке Любови Сальниковой. А в борьбе за бронзу в бурятском финале проиграла мастеру спорта Любови Кузьминой. И в итоге была лишь пятой. Наша самая именитая борица, заслуженный мастер спорта Любовь Волосова, в категории до 63 килограммов, к сожалению, в четверть финале, проиграла своей принципиальной сопернице Анастасии Братчиковой из Московской области. В дальнейшем Люба уверенно провела две схватки, утешительную и за бронзовую медаль, в итоге заняв третье место. Также бронзовых медалей в неолимпийских весовых категориях до 51 и 59 килограммов удостойны наши Стальвира Оршуш и Жаргалма Сиренова. И вот, как стало известно, буквально по окончанию женского чемпионата в минувшее воскресенье в Орехово-Зуево главный тренерский совет права побороться за олимпийские путевки в категориях 48 и 63 килограмма в лицензионном турнире, стартующем сегодня в Софии, доверили чемпионке страны в легком бесе молодой борица Надежде Федоровой из Чебоксар и нашей Любови Волосовой. И, как заметил главный тренер сборной женской России Юрий Голубовский, чемпионат России – ответственный старт на попадание в сборную олимпийскую команду страны. Однако победа в нем еще не дает гарантии на поездку в Лондон. И, естественно, всех кандидатов, в том числе и чемпионов страны, мы еще будем проверять на международных турнирах, в частности на Кубке мира в Японии и польском международном турнире. Так что и у Марины Вильмовой она в этом году уже имела победу над Федоровой. И Любовь Волосовой еще есть шанс на участие в 30-х Олимпийских играх. Сборная женской России по борьбе со вчерашнего дня в подмосковном Чехово на Олимпийской спортивной базе продолжает подготовку к главному старту года – 30-м летним Олимпийским играм в Лондоне. И во вчерашнем разговоре с нами один из тренеров сборной страны, заслуженный тренер России наш Андрей Бузин, поведал – наших на сборе четверо – Любовь Волосова, Марина Вильмова, Любовь Кузьмина и Дарима Санжеева. И уже совершенно точно Волосовой, так же как и Федоровой, доверенно побороться за путевки на Олимпийские игры для сборной России в 48-63 килограмма. В категориях 55 и 72 таковые уже есть. На европейском лицензионном турнире, стартующем 20 апреля в столице Болгарии, где лицензии получат финалисты в каждой весовой категории. Так что, думаем, эта задача вполне по плечу нашей именитой Борицы. Успеха желаем в Софии нашей Любови Волосовой. Ну а дальше, как даст Бог. Воспитание Бурятской региональной федерации Тейквондо Никита Студенников одержал победу в традиционном международном турнире Кубок Викингов, именуемой неофициальным Кубком Европы в шведском городе Шковде. Никита соревновался в возрастной группе 12-14 лет по программе «Туль», провел 4 встречи и во всех одержал убедительные победы, завершив свое дебютное международное выступление покорением высшей ступеньки пьедестала почета. Никита, мы тебя поздравляем, ну молодец. Максим Дмитриевич, вас, вы директор школы и ведущий специалист, тренер в этой федерации. У нас три течения, мы уже рассказывали в предыдущей программе, но старался. Сколько прошел там поединков? Ну, где-то четыре круга. Четыре круга. В финале тоже отработал хорошо, да? Да, в финале мне попался самый сильный соперник из Швеции. Хозяин? Да. Ну, за него и болели там, и судьи, и зрители, да? Да, конечно. За него была сильная поддержка, но я все-таки победил, я очень старался. Ну, молодец. У тебя кто тренер? Суворов Руслан Олегович. Руслан Олегович. Ну, Максим Зинхенович тоже работает с тобой? Тоже. Я к нему хожу, занимаюсь и туда, и туда. Ну, все-таки пятый дан, черный пояс. Международный инструктор. Пожми ему руку, скажи спасибо. Спасибо. Максим Зинхенович, ну, что отметите в нем? Ну, в первую очередь, что молодежь наша растет, очень радует. Хотелось бы сказать, что, я думаю, если будет так же заниматься, будет стараться, не останавливаться, все получится. И со временем будут более серьезные успехи, и по черным поясам, на других международных турнирах, на чемпионатах, на первенствах мира и Европы. Никита, Никита же. Никита, ты в каком классе? В шестом. Ну, и что для кого будет, как победитель неофициального Кубка Мира международного турнира викингов? Ну, я передаю всем привет, кто меня узнал. Ну, и все. Ну, чтобы занимались пацаны, наверное, чтобы по улицам не бродяжничали, да? Да, чтобы не было вредных привычек, чтобы все занимались спортом. Ну, красавец, а учишься как? Хорошо, практически, но отлично. Троек и почти нету? Нету, вообще. Ну, вот так вот, уважаемые друзья, ребятишки тоже. Берите пример с Никиты Студенникова. Максим Двинхенович, ну, надо поздравить, видимо, чемпионов России. В Звенигороде, по-моему, у вас были соревнования, вы были главный судья, и вам жму руку. Ну, что, все-таки главным судьей быть чемпионатом первенства России, это здорово. На самом деле, тяжело вдвойне, потому что свои спортсмены выступают, и в какой-то момент даже не успеваешь подойти хотя бы, сказать что-то, посоветовать. Подбодрить немножко, да? Да, потому что, ну, и раз сам чувствуешь, что надо, необходимо, а возможности такой нет. Ну, ничего, ребята справились, взрослые неплохо выступили, вот два человека попали на чемпионат Европы. Это 19-го, 22-го апреля в Мориборе, в Словении? Да, в Морибор, в Словении, готовимся. Ага. Ну, что ж, наверное, надо как раз представить, поздравить с победами ребят, кто поедет с вами. Вы судить там будете, как всегда? Да, как всегда, от России, нас двое, от Громов из Москвы, и вот я. И вы. У него тоже пятый дан, да? Да, так же, пятый дан. Международный инструктор, правильно называется. Ну, давайте, наверное, Владимир Николаев. Николаев Владимирович. Володя, мы тебя поздравляем. Спасибо. Владимир Владимирович, уже уважаемые друзья, ну, тренер-инструктор, дизуша номер пять. Как подготовка у тебя идет? Ну, весь мокрый? Занимаемся, занимаемся, готовимся. Детусиленная подготовка, каждый день занимаемся. Ну, в призах-то будешь, это, к гадалке нечего ходить даже, да? Будем стараться. Будешь стараться. У тебя что будет для кого? Я хочу сказать, чтобы все, независимо от возраста, независимо от пола, занимались спортом. Спорт – это здоровье, спорт – это радость движения. Ну, молодец, спасибо. Ну, Елена Харжаева, Елена, мы тебя поздравляем. Спасибо. У тебя какой дан? Первый дан. Первый дан. Чемпионка России. Да. Ты по емкам? Нет, взрослая. По взрослым? А ты где, что делаешь? Ну, я аспирантка в Байкальском институте природопользования. Ну, молодец. Вот, уважаемые друзья, берите пример, то же самое. Не замужем еще? Нет еще. Нет? Пока есть возможность, да? Пока есть возможность тренироваться. Ну, красавчик, красавчик. Поздравляем тебя. Спасибо. С победой. Спасибо. Желаем тебе успеха на чемпионате Европы. Ну, и два слова, кому что будет. Ну, тоже хочется пожелать, чтобы все тренировались, занимались. Спортом, потому что это нужно для каждого. Ну, что ж, поздравляем, уважаемые друзья, от всех вас. Еще раз желаю ребятам, Максиму Зенхеновичу, успехов на чемпионате Европы, на грядущем в Мориборе, Словения, 19-22 апреля. Ну, а Никиту Студенникову еще раз поздравляем с успехом. Мы тебя поздравляем, малыш. Настоящий мужик российский. Ну, и видеокадр на память. И еще о тэквондистах региональной федерации, успешно выступивших в Омске на чемпионате и перенести Сибирского федерального округа, где 15 спортсменов, представлявших из дюшор номер 3, дюсша номер 5, города Уланды и Волгинского района, завоевали 18 медалей. 9 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых. Наибольшего успеха добился Даниил Конев, учащийся школой-интерната для одаренных детей. Он трижды поднимался на верхнюю ступеньку педестала почета среди юниоров, выиграв соревнования в упражнении «Туль» в спарринге до 58 килограммов и силе удара. Два золота на счету ученика 35-й школы Ивана Алексеева среди детей 8-9 лет в упражнении «Туль» и спарринге. Также первыми были студент ФВК БГУ Ливан Губелидзе по силе удара среди мужчин черных поясов. В юниорской группе Баир Ариянов, 17-я школа. И среди детей Доба Малых из Иволгинска Дмитрий Петухов, 35-я школа. Успехи чемпионов и призеров Сибири по праву делят и их наставники, обладатели черных поясов Максим Ким, Владимир Николаев, Юлия Пашинова. Ну а чемпионы недавнего всероссийского смотра тейквондо в подмосковном Звенигороде Елена Харжеева и Владимир Николаев в эти дни в Улан-Удэ продолжают подготовку к чемпионату Европы, стартующему 20 апреля в Словенском Мориборе. Воспитанник бурятской вольной борьбы, заслуженный мастер спорта Базыр Базаргуруев, с 2006 года защищающий спортивную честь Кыргызстана, бронзовый призер мира, чемпион Азии, на 29-х Олимпийских играх в Пекине был пятым. Впервые одержал победу на международном турнире класса Афила на призы президента Республики Бурятия в весовой категории до 66 килограммов, выиграв в финале принципиальную схватку у чемпиона Монголии, Азии, призера мира, монгольского борца Ангбаяра Батчулуна, в трех сетах. И мы предлагаем вашему вниманию интервью с победителем и его тренером. Уважаемые друзья, ну и Базыр Базаргуруев, заслуженный мастер спорта Кыргызстана. Я от всех вас его поздравляю с победой, Базыр. Но ты был сильнее, если честно сказать. Монгол сильный парень, но не умаляя его достоинств, ты красавчик был. Верил, что победишь? Ну я его... Главное было подготовиться, настроиться и выиграть. И я так, борьбу я знал, егошний. Раньше я видел его. Но он в конце ошибся. Не до конца ноги прошел. Я голову убрал и обманул. В левую сторону показал, в правую сторону прыгнул и вышел назад. Ну, пожми руку своему тренеру. Помнишь, мы у вас брали интервью лет 8 назад? Ты только-только начинал на ковре, Федор Николаевич. Мы вас поздравляем. Помнишь, да? Но все-таки надо взять лицензию сейчас в Китае и поменять пятое место все-таки на одну из ступенек Олимпийского пьедестала в Лондоне. Ты как на это смотришь? Конечно, не против, конечно. Не против? Сейчас вот в конце апреля будет турнир в Китае, лицензионный. Но я потихоньку туда готовлюсь. Но ты в весе будешь более легким выступать? Я на 60 килограммов. На 60 килограммов? Ну, я просто каждый год борюсь на президентском на 68 килограммов. Третий год в финале борюсь. В прошлый раз два раза проиграл, вторым был, но третий раз я выиграл. Поздравляем тебя, Федор Николаевич. Что отметите в базыре? Ну, борется цепка. Сейчас видели все. Ни одной ошибки грамотно. Когда надо было, балл убрал. Когда надо было и что нужно было, он все сделал, да? Да. Ну, с Сагалганом поздравь весь бурятский народ наш. Завершился Сагалган. Ну, бурятскому народу желаю всего хорошего. Поздравляю всех бурятов наших с Сагалганом. Желаю всего хорошего. Удачи вам. И, конечно, еще хочу привет передать Агинскому округу, который за меня всегда, всегда вот, меня всегда вот поддерживает. И хочу сказать благодарность Валеру Пурбовичу, который меня вот спонсирует. Поддерживает, поддерживает. Да, 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 поддерживает. Ну, что ж, Валере Пурбовичу спасибо, конечно. Ну, и еще раз желаем тебе Олимпийского пьедестала в Лондоне. Жмем руку тебе. Федор Николаевич, вам тоже. Мы предложили вашему вниманию интервью с победителем весовой категории 66 килограммов на международном турнире на призы президента Республики Бурятия Базыра Базаргуруева и его наставника, заслуженного тренера РСФСР Федора Николаевича Махутова. Кстати сказать, Базаргуруев вот уже несколько лет финансово стипендия оплата проездов на УТС международное соревнование поддерживает известный бурятский меценат Валерий Доржиев в молодости подававший хорошие надежды в боксе. Валерий Пурбович 9 лет был первым замом мэра города Якутска. И это при его непосредственном участии и поддержке больших успехов в боксе добился наш мастер спорта международного класса Бато Мунко Ванкеев, участник Олимпийских игр в Афинах, призер Европы, бронзовый мир. Ну а Базаргуруев сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Бишкеке и 24 апреля вылетает в китайский Тай Юань, где с 26 по 29 поборется за путевку в Лондон на первом мировом лицензионном турнире в своей весовой категории до 60 килограммов и где надо ему быть в тройке призеров. Это вполне выполнимая задача для нашего земляка. Так что удачи тебе, Базар! Всенародно любимый вид спорта Бурятии – вольная борьба. Сколько великих имен и славных побед на всероссийской и мировой арене. Спортсмены республики уже много лет в числе сборной России. Вольная борьба по праву стала бесспорным брендом Бурятии, а наши атлеты – национальной гордостью. Сегодня мы вправе рассчитывать на пьедестал уже скорой Олимпиады в Лондоне. Вольная борьба Бурятии. Ждем и надеемся! В эти дни наша женская волейбольная команда «Харамарин» в своем спортивном зале «Саган Марин» на элеваторе продолжает усиленную подготовку ко второму финальному переходному туру в борьбе за две путевки в высшую лигу А среди шести сильнейших команд победителей и вторых призеров трех зон чемпионата России высшей лиги Б. Как отметил в разговоре с нами главный тренер Андрей Петров, все наши волейболистки в боевом строю и готовы дать бой в родных стенах пяти своим оппоненткам за одну из двух путевок в Ишкуа. Напомним, что в первом финальном туре в середине марта в Волгограде «Харамарин» в пяти сыгранных играх в четырех с сухим счетом 3-0 выиграла последовательно у «Эсдюшор» «Экран», у «Фимочки-2», «Томички-Юпитер», «Челябинки», «Юныс-Митар» и лишь пятую заключительную игру тура уступила хозяйкам «Волжаночки-0-3». Причем в первом сете вели 16-10 и здесь немаловажную роль сыграли болельщики «Волгоградок». Неистово, поддерживая свою команду, заставили «Волжаночку» проявить максимальную волю к победе, что дало свои положительные результаты. Тем не менее, при четырех победах и одном поражении на берегах Волги «Харамарин» уверенно с 12 очками возглавляет турнирную таблицу. На два очка меньше у «Волжаночки», на третьем вместе с 9 очками волейболистки из Северной столицы. Итак, второй финальный тур пройдет «Улан-Удэ» в новом ФСК с 20 по 25 апреля. В первый день наши сыграют с Санкт-Петербургом, второй с Уфой, третий с командой из Томска, затем после дня отдыха наша команда сыграет с Челябинском и своими обидчиками «Волжаночкой». Все дни по три игры начало с 15 часов, наши играют последними с 19 часов. Обновленный клуб «Льва» Солханова «Харамарин» в этом сезоне поставил перед собой самую амбициозную цель – выход в высшую лигу А. Тем более, опыт борьбы и побед в эшелоне мастеров уже есть. Новый тренер, современная база и сплоченная команда – это повод для нового прорыва в вылету волейбола России. «Харамарин»! Надеемся! Любим! Верим! Боевые искусства всегда занимали достойное место в спортивной Бурятии. Кикбоксинг – один из самых популярных и зрелищных видов единоборств в мире. Отныне в полную силу начинает работа Федерация Кикбоксинга под руководством Игоря Шедловского. Его верные помощники – звезда номер один, двукратный чемпион мира в великий боевый Лахинов и известный мастер единоборств Дмитрий Федоров. Они сделают все, чтобы на мировом небосклоне появились новые звезды из нашей республики – молодые и смелые. Для вас осуществляется набор в школу кикбоксинга. Идите и побеждайте! Байкальский международный лыжный марафон. 26-28 апреля на льду Байкала в районе Максимихи в 12 раз пройдет грандиозный спортивный праздник. Около 300 лучших лыжников из региона, а также Москвы, Сыктывкара, Монголии разыграет призовой фонд в 300 тысяч рублей. Настоящее современное спортивное шоу под патронажем правительства республики, агентства по физкультуре и спорту, Федерации лыжных гонок во главе с Баиром Доржеевым. Международный лыжный марафон – знаковое событие на священном Байкале. Ситиклаб Сенатор – это не просто модный спортбар, это настоящий центр спорта, развлечений и здорового питания. Спортивные трансляции на огромном экране, множество бильярдных столов, самый что ни на есть – активный отдых. А в пятницу и в субботу увлекательная шоу-программа, где всевозможные конкурсы с подарками, живой вокал и к вашим услугам – караоке-зал. Хотите банкет? Пожалуйста, отдельная кабинка тоже в вашем распоряжении. Ситиклаб Сенатор – мы открываем новый спортивный сезон. К дачному сезону готовимся с Титаном. Кустарники 7 видов от 147 рублей, клубневые цветы более 30 видов от 82 рублей, газонные травосмеси от 240 рублей. Умный хозяин готовится к лету с апреля. Сеть удобных магазинов Титан. Мастер Дом и Магазин Электрон подготовили новый, современный, роскошный ассортимент, который безусловно украсит ваше жилище, квартиру или дом. Мы создаем сегодня не только уют и комфорт в вашем доме, а еще и заботимся о вашем благополучии на многие годы вперед. Печи для бань и саунд, камины, люстры и многое другое производство ведущих компаний зарубежья. Мастер Дом и Электрон. Мы знаем, что вам предложить. Сервис авто на территории таксопарка ежедневно с 9 до 20 часов. Сегодня в Москве, в центре боевых искусств, предпоследний день чемпионата и первенства России по УШУ, где в составе сборной команды Сибирского федерального округа выступают 15 бурятских ушуистов из ДЮСУШа номер 18 «Золотой дракон», воспитанников заслуженного работника физической культуры Республики Бурятия Игоря Марковца, Анастасии Ворошниной, Светланы Фомицкой, во главе с новоиспеченными чемпионами Европы, мастером спорта международного класса Владимиром Максимовым и мастером спорта Анастасии Ворошниной. Путевки на финал всероссийского смотра УШУ бурятские спортсмены завоевали на недавнем чемпионате первенства Сибири в Бердске, где наши 33 ушуиста завоевали рекордное количество медалей 83. Спортсмены могли выступать только в трех видах программы в четырех возрастных группах. И почти каждый вернулся домой с двумя-тремя медалями. Четыре абсолютных чемпиона, 37 золотых, 25 серебряных и 21 бронзовая медаль. Такого блестящего достижения бурятские спортсмены добиваются впервые. Молодцы! И это при 280 участниках из восьми регионов Сибирского федерального округа. Очередные две победы на чемпионате СФО одержал чемпион Европы и мира мастер спорта международного класса Владимир Максимов. Уже в пятый раз абсолютной чемпионкой СФО стала тренер-преподаватель Дю США 18 мастер спорта Анастасия Ворошнина. По две золотые и серебряные медали завоевала мастер спорта Алина Ициксон. Три золота на счету мастера спорта Светланы Фомицкой. Абсолютными победителями среди иниоров стали Арина Жанаева 9 класс 56 школы и Максим Сундупов занявший пять первых мест. Также пять раз поднималась на верхнюю ступеньку педестала почета и ученица 4 класса 46 школы Анна Кучерявенко. Одним словом бурятская уши как всегда в последние годы на зональных и всероссийских перенствах задает мажорный тон. Игорь Марковец через нашу программу попросил выразить большую благодарность за финансовую поддержку руководителю бурятского спорта Владиславу Бумбошкину и группе компаний «Урюмкан» в лице Сергея Бербедаева и Бориса Семенова. На футбольном поле нового центрального стадиона набирает обороты 48-й открытый чемпионат Улан-Удэ по футболу «Богульник-2012». На предварительном этапе 14 команд разбиты на две подгруппы и уже сыграли по 3-5 игр, где без поражений по 4 выигрыша у команд «Мегаполис» и «ЗБСМ-42». Это бывший дорожник. Вчера более чем убедительно 7-1, выигравшая у «Дюс-Уша» 6-2 команды, которая, несмотря на прогресс, тоже имеет 4 положительных результата. Кстати, «Дюс-6» 2-ая команда – это базовая команда участника первенства страны среди ЛФК «Селенге». Три победы на счету ЛВРЗ. Бессменный вот уже на протяжении 23 лет к ряду главный судья чемпионата Игорь Назаров отметил возросшее мастерство всех. Без исключения участников турнира. По 4 лучшие команды из двух подгрупп. Уже 22 и 28 апреля в играх плей-офф с 1-4 финала определят финалистов «Вагульника», которые 1 мая разыграют главный трофей горспорткомитета. Ну а «Селенга» в основном молодежь. 18 и 20 лет, уже 18 апреля в Горно-Алтайске, со «Спартаком» откроет новый сезон в третьем круге первенства страны среди любительских футбольных команд третьего дивизиона первой лиги «Зоны Сибирь». 21 и 23 апреля «Селенга» сыграет еще две игры на выезде. В Красноярске с «Энисеем М» и в Ачинске с местным футбольным клубом. Дома «Селенга» проведет первую игру первенства 19 мая с «Хакасией». Лидирует в первенстве команда из Ачинска «Селенга» на предпоследнем пятом месте. Ну а в деле наших ребят вы сможете увидеть уже 27 апреля на центральном стадионе в кубковом зональном сибирском турнире в игре с футбольным клубом «Чита Дубль». У нас в Ланды с 26 апреля по 2 мая состоятся кубковые матчи группового одного из четырех сибирского региона турнира АЛФК с участием команды «Щиты» «Радиан Зенит Иркутск», «ФК Распадская Междуреченск», «Автомобилист Туран Республика Тыва» и «Наши Селенги». Так что, уважаемые болельщики, вас ждет большой футбольный праздник. В предстоящей субботу и воскресенье 14-15 апреля в Улан-Удэ в новом ФСК уже в восьмой раз пройдет международный турнир по Тхэкванду и ТФ Кубок Байкала, в котором ожидается участие более 300 спортсменов, почти 200 бурятских тхэквандистов, а также гости из Монголии и шести городов Сибирско-Дальневосточного региона Хабаровска, Омска, Новосибирска, Красноярска, Ачинска, Енисейска. Кубок будет разыгран в четырех возрастных группах от 8 до 18 лет и старше. По программе «Туль», «Командный туль», «Спарринг», «Командный спарринг», «Самозащита». На Даянге выйдут все сильнейшие бурятские спортсмены во главе с чемпионами и призерами Европы, мира, мастерами спорта международного класса Юлия Адушнаева, Евгением Ацимик, Борисом Баглаевым, мастерами спорта Евгением Аносовым, Александром Бодровым. Начало оба дня с 9 утра, парад открытия в субботу 14 апреля в 14 часов. Главные организаторы турнира – Федерация Тхэкванду Республики Бурятия во главе с президентом Федерации Тхэкванду Бурятии Сибирского федерального округа, обладателем «Черного пояса» Третьего Дана Анатолием Белоусовым при поддержке правительства Республиканского агентства по физической культуре и спорту ИШВСМ. Уважаемые друзья, мы, как всегда, прощаемся с вами ровно на неделю. Дай Бог вам эти 7 дней здоровья и хотя бы немного удачи. Смотрите программу «Радар Спорт», больше двигайтесь до кинул утра БРТ. И помните, огонь фанатизма сделает льва даже из кошки. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин